В зоне специальной военной операции на постоянной основе теперь работают сотрудники телекомпании «Югра». Они действуют под эгидой гуманитарного корпуса, освещают его работу, а также выезжают к бойцам центрального военного округа. Накануне в Ханты-Мансийск вернулся Владимир Меркушев, журналист, который первым отправился на ротацию. Как ему приходилось работать на новом месте, расскажем в следующем материале. Три недели работы и несколько часов отснятого материала. Таковы официальные итоги поездки. А еще это десятки запечатленных судеб, взятых интервью бойцов и офицеров, главным образом югорчан. И простых жителей, взрослых и детей, для многих из которых война и обстрелы – обычный фон жизни. Дети с самого рождения ничего другого не видели. А когда война началась, что делали? Я сидел дома. Не в подвале, просто дома был? Ну и когда были прилеты, я в подвале был. До начала спецоперации у Владимира уже был опыт работы на Донбассе с гуманитарной миссией. Во многом поэтому он и отправился туда первым. Тем не менее, к некоторым вещам все равно нужно было адаптироваться. Страшно было два раза, когда начинала работать артиллерия, и ты не совсем понимаешь, что происходит. Вот возникает такое чувство страха, ты начинаешь разговаривать со старшим, и ты понимаешь, что на каждое действие противника есть определенный план. И когда ты этот план знаешь, то там страх проходит, ты понимаешь, что тебе нужно делать, если будет какая-то критическая ситуация. Иногда к месту съемок приходилось забираться в обстановке, приближенной к боевой. То есть бегом, хотя и без полной выкладки. В этом плане для журналистов постарались организовать максимально, насколько это возможно, комфортные условия. Югра купила хорошие бронежилеты, удобные. В них не чувствуешь там прям большую тяжесть, бегать только тяжело, а все остальное чувствуешь себя комфортно. Чем там действительно тяжело, так это с логистикой. Довольно часто сотрудникам телекомпании приходилось вставать в 5 утра, чтобы к 10 добраться до места съемок. А отработав несколько часов, столько же ехать обратно. Однако к постоянной дороге быстро привыкаешь. Главное, чтобы было соблюдено одно немаловажное условие. Самое важное, чтобы человек, с которым ты едешь, чтобы тебе было с ним комфортно работать. Потому что практически каждый день по 10 часов находишься с ним в одном замке пространства. Это такая же, наверное, история какая-то, как у космонавтов, которые там на орбите. Поэтому очень важно, чтобы люди были профессиональные и в плане психологическом устойчивыми. Ко всем неудобствам журналистам придется приспособиться. Ведь главная цель таких поездок – как можно больше показать быт и работу бойцов, югорчан и не только, которые мужественно исполняют свой долг на передовой. А при виде наших журналистов радуются возможности отправить привет родным. Кстати, все они выходят на телеграм-канале «Игра солдату». Хотелось показать, что вчерашние люди, которые работали инженерами или даже учителями, здесь, сейчас выполняют очень тяжелые боевые задачи. Хотелось показать, что каждый из них герой. Такая поездка – отличная школа. Не только для гражданина, но и журналиста, считает Владимир. Во всяком случае, лично его она научила многому. Научился монтировать, работать в программе «Премьер». До этого никогда не работал. Научился работать с небольшими камерами, с радиомикрофонами. Научился ездить на «Ниве». Еще не по бездорожью, но уже как бы близко к бездорожью. И стирать в машинке полуавтомат. Командировку в зону СВО от телекомпании «Югра» поедут только добровольцы – журналисты и телеоператоры. Продлится каждая такая поездка две недели.